Здравствуйте, товарищи! Сегодня мы будем рассматривать вопрос о политическом значении борьбы за повышение заработной платы. На прошлой лекции мы посвятили время тому, чтобы определить величину справедливой заработной платы. То есть вопрос о том, справедливая зарплата или несправедливая, он сам по себе уже политический вопрос, потому что борьба классовая очень часто идет за борьбу против несправедливости, и это является предлогом, основанием борьбы, с ней связано некоторое усиление борьбы, поскольку несправедливость вызывает протест, вызывает стремление исправить эту несправедливость, добиться справедливости, и на этой почве могут разворачиваться классовые столкновения. Ну, надо сказать, что если мы берем индивидуальный какой-то вопрос индивидуально по отношению к одному работнику, вопрос о заработной плате, он, конечно, такого политического характера не имеет. Ежели мы возьмем заработную плату всех рабочих и возьмем отношение к ее размеру, к ее увеличению всех предпринимателей, то понятно, что при такой постановке вопроса, при том, что мы будем рассматривать эту проблему о заработной плате не индивидуальную проблему одного рабочего и одного предпринимателя, а проблему классовую, проблему борьбы рабочего класса за лучшие условия купли и продажи рабочей силы, лучшие для него, и за те условия, которые определяет ему капиталист, то тем самым вопрос чисто экономического или кажущегося чисто экономическим приобретает, естественно, политический характер. Надо сказать, что в борьбе за понижение заработной платы уже предприняты большие усилия классом предпринимателей, то есть капиталистами, прежде всего, в соответствии с рекомендацией Джорджа Мейнерда Кейнса, которую он дал в книге «Общая теория занятости процента и денег», установлена инфляция во всех монополистических странах, то есть во всех странах монополистического капитализма. В чем смысл инфляции и что по этому поводу писал Кейнс? Кейнс говорит, ну зачем вы боретесь со своими рабочими в рамках одного предприятия? Это приводит к обострениям, это приводит к озлоблению, это приводит к ухудшению работы, а это надо сделать как бы стихийное бедствие. То есть если это государство будет осуществлять повышение цен, то тем самым доля рабочих, само собой, в количестве произведенного продукта будет уменьшаться, поскольку будет уменьшаться реальное содержание заработной платы. И поэтому уменьшение заработной платы с помощью инфляции – вот, можно сказать, одна из стратегий, которую применяет правящий класс для понижения заработной платы. У правящего класса есть немало средств для того, чтобы выработать единую политику. Есть различного рода организации предпринимателей и бизнеса, мелкого, среднего, крупного бизнеса и так далее. И вот эти самые организации вырабатывают общую политику в отношении зарплаты. И они, можно сказать, скорее будут преследовать своих коллег-предпринимателей, если они отступают от этой практики. Вторая линия понижения заработной платы – это наличие и поддержание резервной армии труда. Мы знаем очень хорошо с вами, знаем из капитала Маркса и знаем из жизни, что во всякой капиталистической стране имеется безработица. Я думаю, что всем понятно, что посчитать, сколько вообще имеется рабочих мест и сколько имеется работников, очень нетрудно. И сделать рабочих мест больше, или столько же, сколько имеется работников, тоже нетрудно. Однако же во всех странах везде количество работников превышает число рабочих мест. Тем самым образуется совершенно однозначно, совершенно определенно резервная армия труда. И над каждым рабочим, который пытается отстоять свое требование на повышение заработной платы, над ним нависает эта резервная армия труда. И за его спиной стоят те люди, которые являются безработными, и которые готовы работать за гораздо меньшую плату. Не секрет, что привлечение гастарбайтеров имеет то же самое значение, потому что гастарбайтеры согласны работать при худших условиях труда и за гораздо меньшую зарплату. Но вот, скажем, когда началась эта практика привлечения гастарбайтеров из бывших советских республик, можно было сказать, что в той же республике, которая была советской, в Узбекистане, люди получают две тысячи рублей на наши деньги, а у нас зарплата, скажем, 20 тысяч рублей, то есть в 10 раз больше. И поэтому сюда устремился рабочий люд для того, чтобы здесь получать заработную плату, часть ее, половина, примерно отправлять обратно, отправлять на родину, а оставшуюся часть – жить. Посмотрите на водителей маршруток в Санкт-Петербурге, это в основном товарищи из бывших союзных республик. Посмотрите на строителей, сплошь и рядом это строители тоже из бывших союзных республик, которые приехали сюда на заработки, и которые тем самым по замыслу предпринимателей, которым они подчиняются, и которые их сюда позвали, которые поспособствовали приезду, которые организовали соответствующие условия. Вот благодаря этому гири на ногах российского рабочего класса увеличились, то есть эти гири заставляют понижать заработную плату или позволяют капиталистам понижать заработную плату. Кроме того, буржуазия применяет и вот такого рода политические приемы, которые могут рассматриваться как приемы, позволяющие зарплату понижать, при том, что проглашается прямо противоположное. Например, если вы возьмете Трудовой кодекс России, то в нем записано, что вот государство в статье 130 гарантирует повышение уровня реального содержания заработной платы. То есть государство гарантирует, вы можете об этом не заботиться, вот трудящиеся и не заботятся. А в чем, собственно говоря, состоят эти гарантии? Ну, можно объяснить, что эти гарантии состоят в том, что трудящимся дано право вести коллективные переговоры, трудящимся дано право организовывать коллективные трудовые споры, дескать, вот, пожалуйста, хотите, доводите эти споры до забастовки, требуйте, если вам удастся выбить у своих предпринимателей повышение заработной платы, то вам повезло. А выбить это очень тяжело не только потому, что предприниматель не желает повышать зарплату, а потому что ему мешают его коллеги-капиталисты, которые требуют, что он не повышал заработную плату своим рабочим, чтобы он, так сказать, не нарушал ту монополию, которая установлена. И с этой монополией можно вести борьбу только если образовать противоположную монополию. Надо сказать, что вот существует Федерация профсоюзов России, и в рамках этой федерации была принята программа Федерации профсоюзов России, которая содержит пункты наступательного характера, которые позволяют вести активную борьбу за повышение уровня реального содержания, заработной платы, тем самым преодолевать то понижение реального содержания зарплаты, которое дает инфляция, и повышать ее в большей мере, чем забирает у работников понижение цен. Вот в руках у меня газета «Народная правда», за 16-й год номер один, в которой опубликована уже не первый раз программа Федерации профсоюзов России, и там содержатся следующие пункты, что в области трудовых отношений самым первым стоит установление цены рабочей силы, зарплаты российских работников на уровне ее стоимости для квалифицированных рабочих 45-250 тысяч рублей в месяц в ценах 2007 года. Ну, это соответствует тому, что мы с вами рассчитывали, рассматривая по статьям, какие затраты необходимо нести для нормального воспроизводства рабочей силы работника. Значит, вот эта задача поставлена перед всеми профсоюзными организациями, и только если это будет делаться согласованно, совместно, и будут выставляться такие требования, и если этих требований работники будут добиваться, если профсоюзные за это будут бороться, тогда тенденцию к понижению заработной платы удастся переломить. И тогда в этой классовой борьбе за зарплату выигрывать будет рабочий класс, пока он в этой классовой борьбе проигрывает. Дальше. Индексация зарплаты по мере роста цены, повышение уровня реального содержания зарплаты, симулирующая рост производительности труда. Здесь говорится, что индексация зарплаты и повышение уровня реального содержания зарплаты. Что делают противники рабочего класса или недостаточно последовательные союзники рабочего класса. Они из этого пункта, индексация зарплаты и повышение уровня реального содержания зарплаты, выбрасывают самое главное, повышение уровня реального содержания зарплаты, то есть улучшение жизни, и оставляют только индексацию зарплаты. А индексация зарплаты – это требование, вполне согласующееся с интересами буржуазии. В чем смысл индексации зарплаты? В том, что она возвращает заработную плату на тот уровень, который был в прошлом году. Индексация зарплаты означает повышение только на тот уровень, который был достигнут прежде. То есть можно так считать, что индексация зарплаты – это компенсация, частичная компенсация того, что отнято путем повышения цен. Но вы прекрасно понимаете, что то, что отнято в течение года путем повышения цен, вообще не будет компенсировано. Просто с начала нового года, в случае, если проведена индексация, начнется все дело снова как бы с чистого листа, снова с того же уровня зарплаты, который был год назад. И снова пойдет понижение уровня реального содержания по мере роста цен. Но это все равно, чтобы каждый раз работников ставить на эскалатор, который понижает их жизненный уровень. Они доходят до нижней части эскалатора, потом их снова повышают в конце года на прежний уровень, и так все время. И можно сказать, что вот эта вечная индексация означает, что никогда заработная плата не будет возрастать. Никогда эта заработная плата не повысится, ее реальное содержание, она просто будет колебаться. То ниже, до прошлого уровня, то вернется на прошлый уровень, то будет падать. Потом опять вернется на прошлый уровень, опять будет падать, и так далее. А что происходит в это время с доходами другой части из этих борющихся частей? То есть что происходит с доходами капиталистов? Поскольку осуществляется научно-технический прогресс, поскольку идет рост производства, увеличивается количество материальных влаг, и все плоды от увеличения материальных влаг, они переходят в собственность буржуазии. То есть буржуазия постоянно улучшает и увеличивает свою долю в продукте совокупном общественном. Но рабочий класс никогда не выходит за те рамки, которые когда-то ему были отведены, и каждый раз совершается колебательное движение на прежний уровень, потом снова вниз, на прежний уровень, потом снова вниз и так далее. Поэтому без вот этой второй части требования о повышении уровня реального содержания зарплаты, если этого требования не будет, то индексация зарплаты – это по существу переход на позиции противоположного класса. Установление минимальной оплаты труда на уровне не ниже 40% от уровня среднего по народному хозяйству. А у нас какая картина? Это вопрос о выживании людей. У нас минимальный размер оплаты труда – порядка 7 тысяч рублей. Прожиточный минимум – порядка 10 тысяч рублей. Средняя зарплата у нас – порядка 30 тысяч рублей в России. 30 тысяч, если 40%, это 12 тысяч. А прожиточный минимум – 10. То есть, если бы, скажем, вот это было, то, что записано в программе, осуществлено, минимальная оплата на уровне ниже 40% от уровня зарплаты, это бы значительно улучшило положение работников, и тем самым изменило бы соотношение в доходах рабочих и предпринимателей, капиталистов. Доведение доли зарплаты в издержках производства продукции до уровня развитых стран. В развитых странах и до 60% доли зарплаты в издержках, и, конечно, заработной платы значительно больше, чем на сегодняшний день мы имеем в России. Установление доли постоянной части зарплаты, тарифы, связанные с ним выплаты, на уровне не менее 80%. Значит, здесь какая ситуация? На некоторых предприятиях нередко так построена зарплата, что вы получаете сумму, скажем, 30 или даже 40 тысяч рублей, но постоянная часть зарплаты, дескать, вот то, что вы получите без всяких премий, ну, на уровне, скажем, всего лишь 10 тысяч, а все остальное – это премия. А премии, как известно, могут дать, а могут не дать. И поэтому в случае какого-либо конфликта с работодателем, работодатель сразу применяет меры, не выдает премии, и работник остается с 10 тысячами, то есть он не может прокормить свою семью. А речь идет о том, чтобы премии затрагивали, то есть переменная часть зарплаты затрагивала бы только, ну, процентов 20 заработной платы, а 80% зарплаты была бы гарантирована при нормальной работе. Повышение оплаты сверхурочных работ – никто не повышает их много-много лет уже. Работы выходные и праздничные дни – то же самое, никто не повышает в ночное и вечернее время. В этом отношении никакого сдвига нет, и совершенно понятно, что сами капиталисты по своей инициативе это делать не будут, а такой систематической борьбы со стороны рабочего класса нет, поэтому нет изменений. Вот еще один пункт стоит – установление гарантии оплаты труда в денежной форме. Можно сказать, что вот этот пункт уже выполнен. Вы, наверное, помните времена, когда работникам текстильной фабрики зарплату выдавали простынями или постельным бельем, а работникам фабрики по производству посуды – посудой. Хотите – продавайте ее, то есть выступайте торговыми агентами, забесплатно идите и торгуйте, а после этого, если вам удастся наторговать, то есть продать вот эти вырученные деньги, считайте своей зарплатой. То есть, на самом деле, это удлинение рабочего дня, на самом деле работников заставляет в свободное время заниматься несвойственной и для них непривычной работой, которая отнимает у них очень много времени, и тем самым не обеспечивают им гарантии выплаты зарплаты в денежной форме, хотя заработная плата, потому она и плата, что она предполагает денежную форму. Ну и далее говорится об увеличении свободного времени работников путем сокращения продолжительности рабочего дня до 6 часов и введения 30-часовой рабочей недели без понижения заработка, а также за счет роста времени оплачиваемых отпусков. Это означает повышение зарплаты или сохранение зарплаты, при том, что количество часов сокращается, рабочих, сокращается рабочая неделя, это означает повышение заработной платы за часовой труд, в расчете на час труда. Это тоже направление повышения заработной платы. Вот все перечисленные пункты, которые содержатся в программе Федерации процедурных России, это те пункты, которые, как вы понимаете, могут быть реализованы только путем систематической борьбы, которые должны вести планомерно сами трудовые коллективы и профсоюзные организации. Это не пункты государственной программы, этого нет никакой в государственной программе. Это пункты профсоюзной программы, это задачи классовой борьбы, и раз это задачи классовой борьбы, то, по сути дела, это задачи политические. И решать их нужно с помощью тех организаций, которые политически сплачивают, организовывают и просвещают трудящихся для этой самой борьбы. Если этого нет, если рабочий класс разрознен, если профсоюзы попали под влияние правящих партий, а именно так обстоит дело в России, то тогда эта борьба крайне ослабляется. В настоящее время Федерация независимых профсоюзов России, которая исторически вроде бы преемница бывших профсоюзов советских, эта Федерация профсоюзов России находится под влиянием партии «Единой России». То есть она представляет собой приводные ремни от партии к массам, только от какой партии? От буржуазной партии. От буржуазной партии в чем смысл действия приводных ремней? В том, чтобы зарплата не росла. И вот об этом заботится Федерация независимых профсоюзов России. Вы видели, чтобы в последнее время были такие еще элементы, иногда можно было увидеть митинг какой-нибудь, в том числе на площади Умринского дворца, куда приходили работники и представители руководства Федерации независимых профсоюзов России и выступали за рост зарплаты. Этого давно уже нет. Мы не наблюдаем ни такого рода митингов, ни такого рода акций, мероприятий. И даже если мы видим демонстрации, скажем, в день 1 мая, то они призывают к солидарности пустой. Если солидарность в борьбе за повышение зарплаты, в сокращение рабочего дня – это солидарность в борьбе за улучшение положения работников. Если это солидарность просто в том, чтобы мы вместе прошли и сказали «мы вместе, мы едины», а мы едины, мы непобедимы. А почему мы непобедимы? Потому что мы вообще ни за что не боремся, и поэтому мы не проиграем. Как мы можем быть победимы, если мы ни за что не выступаем? То есть вот приходилось каждому, кто присутствовал на демонстрациях, видеть, что нету даже ни лозунгов, ни требований, которые бы призывали к этому. И главное – нет соответствующей организующей работы. В то же время, скажем, если вы возьмете другой край, еще одно крупное объединение профсоюзов, конфедерация труда России, она находится под влиянием партии «Справедливая Россия». Партия «Справедливая Россия» – это другое лицо, единый, по существу, расстроенный, поскольку она из трех, как говорится, фигур состоит этой партии работодателей – «Справедливая Россия», «Единая Россия» и ЛДПР. Все эти партии, когда вставится какой-то вопрос в Думе, когда нужно его решать и когда нужно голосовать, несмотря на то, что пока идет разговор, каждый говорит по-своему, особенно ЛДПР. Например, как только доходит дело до голосования, все голосуют так, как голосует партия «Единая Россия». Вот что имеет место. Что касается КПРФ, как партии, которая себя называет коммунистической, то она такой систематической работы по организации борьбы трудящихся за осуществление их интересов не ведет. Она сводит свою деятельность главным образом к тому, чтобы организовывать выборы, участвовать в выборах. Соответственно, она получает денежные средства за каждый голос, который подан за кандидатов от КПРФ, которые прошли в Государственную Думу. Эта сумма порядка 110 рублей, 110 умножается, скажем, на миллион, получается 110 миллионов. И таким образом товарищи трудящиеся остаются без политического руководства. Отсюда и необходимость в партии рабочего класса, без которой рабочий класс своей победы даже вот на этом поприще, на поприще борьбы за рабочую класса осуществить не может. Какие, собственно говоря, успехи были в борьбе за повышение заработной платы, и какие приемы при этом применялись? Вот чему можно поучиться, и это, можно сказать, наука борьбы, и это, можно сказать, не только экономическая, но и политическая учеба. Поскольку она учитывает и политические обстоятельства, которые имели место, и не так ставят вопрос, что хорошо бы иметь... Хорошо бы иметь такую ситуацию, когда все шло бы не с такими трудностями, которые в жизни есть. Ну, на самом деле от трудностей не избавишься, и в этом смысл борьбы, что борьба – это и есть преодоление. Очень ценным является, например, опыт борьбы рабочих и профсоюза компании Ford Motors Company. Этот опыт интересен тем, что они постоянно, в случае, когда не реализовываются их требования по повышению зарплаты, проводили забастовки. Эти забастовки они проводили достаточно часто. Для того, чтобы не сорвать им ведение коллективного трудового спора, они сразу, скажем, на одной конференции, через некоторые перерывы, устанавливали и принимали решение о нескольких коллективных трудовых спорах. Скажем, они делают сразу шесть коллективных трудовых споров и ведутся переговоры по первому, по второму, по третьему, по четвертому, по пятому, по шестому. Они отличаются формулировками, но они однонаправлены. С формальной стороны никакого нарушения тут нет. И если, скажем, какие-то ведомства признают или объявляют их эту борьбу по этому коллективному трудовому спору незаконной, или забастовку незаконной, у них остаются другие коллективные договора. Надо сказать, что работники Ford Motors Company на одном из этапов добились записи в коллективный договор, что администрация обязана компенсировать инфляцию плюс 2,5% сверхкомпенсации инфляции, повышение уровня реального содержания заработной платы. Можно сказать, что аналогичная борьба развернулась в профсоюзе докеров, и наибольший успех был в профсоюзе докеров Дальневосточного порта. В коллективном договоре докеров Дальневосточного порта было записано, что заработная плата номинальная повышается ежегодно на уровень инфляции плюс 5% сверхуровня инфляции. И, следовательно, уже Новый год начинался с другого уровня, на 5% выше, чем было в прошлом году. И так каждый год. И вот надо сказать, что эта практика, можно сказать, образцовывает для других предприятий. Хотя другие предприятия не сделали то, что необходимо сделать для того, чтобы пойти по этому пути. Особо сложной проблемой борьбы за повышение заработной платы была проблема, стоявшая перед Федерацией... Нет, не перед Федерацией, а перед Федеральным профсоюзом авиадиспетчеров. Федеральный профсоюз авиадиспетчеров, он работает в такой области, в которой всякие забастовки запрещены. Вы можете проводить всякого рода обсуждения, писать письма президенту, но непосредственно забастовку вести не можете. Как добивались авиадиспетчеры решения задачи повышения заработной платы? Надо сказать, прежде всего, о том, что их вот эта борьба за повышение реального содержания заработной платы, она имеет и общегосударственный смысл. Потому что когда авиадиспетчеры получали 15 тысяч, молодые люди, которые приходили в авиадиспетчеры, получали 15 тысяч рублей, под угрозу попало, можно сказать, все управление воздушным движением России. И вот опасность была в том, что люди уже больше не будут на эту очень трудную и сложную работу идти, поскольку такая низкая заработная плата. Поэтому повышение зарплаты означало в данном конкретном случае и сохранение этой отрасли, и сохранение этого вида деятельности, и сохранение, так сказать, управления воздушным движением России. Без чего вообще никакой крупной державы, да и мелкой державы не может быть. Поэтому следует поучиться тому, как они этого достигали. Значит, они применяли такие приемы, которые сами по себе забастовкой не являются. Например, это один из таких видов, это бесконечное профсоюзное собрание. То есть, с известного момента, по решению профсоюзной организации, работники авиадиспетчера после смены идут не домой, а возвращаются в зал аэровокзала, и в зале аэровокзала проходит профсоюзное собрание, которое не прекращается. С него работники уходят на работу и туда же возвращаются, туда же приходят жены с детьми, приносят им еду. И это профсоюзное собрание является таким незамерзающим местом, куда идут, приходят журналисты, которые берут интервью у авиадиспетчеров. Их жизнь, их борьба начинает освещаться. И таким образом, можно сказать, вот в Калининграде они добились повышения заработной платы только путем организации вот такого вот профсоюзного собрания. А вот в Сургуте руководитель местного подразделения организации по управлению воздушным движением решил вот так проводящих собрание авиадиспетчеров выгнать на мороз. Тогда Федеральный профессиональный авиадиспетчер принял решение о переходе к голодовке. И профсоюз приступил к голодовке. Это что означает? Профсоюз осуществляет голодовку, а каждый авиадиспетчер, прежде чем приступить к работе, должен пройти через медицинское обследование. Поскольку он перед этим голодал, а запретить голодать ему невозможно, то это приводит к тому, что очень многих авиадиспетчеров в силу того, что у них медицинские показатели ухудшились, отстраняли от управления воздушным движением. Не они отказывались, они не отказывались руководить, а их отстраняли. Одного, второго, третьего. И дело дошло до того, что под угрозу стало управление всем воздушным движением России. И тогда администрация, госкорпорация по организации воздушного движения вынуждена была отступить. Вынуждена была отступить. Договоренность была, что авиадиспетчеров никакой ответственности привлекать не будут, но речивые предприниматели, организаторы в Новосибирске и в Омске все-таки решили судить авиадиспетчеров, чтобы помощи суда запретить голодовки. И им удалось такое решение принять в отношении 12 авиадиспетчеров из Омска и Новосибирска, что вот этим диспетчерам запрещено голодать. По этому поводу президент Федерального профсоюза авиадиспетчеров Ковалев Сергей Анатольевич выступил публично и сказал, что мы люди законопослушные, если есть решение судов запретить вот этим 12 товарищам голодать, они и не будут голодать. Мы будем все остальные, в случае необходимости, все остальные члены Федерального профсоюза авиадиспетчеров голодать. А они будут, вот эти 12 человек, переедать. И я вас уверяю, результат будет прежним. То есть никто не может запретить авиадиспетчерам съесть 2 или 3 обеда и после этого снова идти к медицинским работникам перед тем, как приступить к работе. И у них тоже будут показатели зашкаливать, результат будет тот же самый. То есть я хочу сказать, что люди, которые понимают, что это очень острая борьба, ищут способы этой борьбы и борются активно. А есть люди, которые ищут любые предлоги, чтобы эту борьбу не осуществлять. Надо сказать, что изобретательность, которую проявили авиадиспетчеры, она заслуживает и внимания, и заслуживает того, чтобы взять ее в качестве примера. Например, федеральный профсоюз авиадиспетчеров решил провести забег на 5 километров. Весь профсоюз бежит. Когда я об этом узнал, я как-то так не очень этим интересовался, думал, что бегает профсоюз, это хорошо, полезно. Но дело оказывается в другом, что профсоюз бежит, а потом люди, которые идут на работу, идут в медкомиссию, к медикам, которые решают вопрос, допустить их или не допустить. Но после 5-километровой пробежки очень многих не допускают. Опять получается та же самая картина. Никто не бастует, а на работу выходит. Допущено к работе гораздо меньше авиадиспетчеров, чем нужно. И опять, благодаря действиям авиадиспетчеров и вопреки сопротивлению работодателя получается, что работники свои требования доводят до работы самым понятным способом. Отсюда и результат. Генеральный директор, который постоянно противодействовал действиям авиадиспетчеров, был снят. Вот новый находит контакты с ними. Улучшились условия работы и для профсоюзной организации. И в целом, можно сказать, что на сегодняшний день авиадиспетчеры ту задачу, которая записана в программе коллективных действий Федерации профсоюзов России, а именно добиться зарплаты 45-250 тысяч рублей, они эту задачу решили. И решили они ее потому, что они не отговаривались от решения этой задачи, а они предпринимали все, что необходимо для того, чтобы эту задачу решить. Что касается летчиков, они тоже решили задачу выведения зарплаты на уровень стоимости рабочей силы. Это вот пункт, который написан в программе установления установления цены рабочей силы зарплаты российских работников на уровне ее стоимости. Решили эту проблему летчики. И я вот как-то присутствовал на одном совещании профсоюзном, где они были, я спрашиваю, а сколько вы получаете? Ну, сколько? Сколько вот вы пишете в программе? Столько мы и получаем. Вот так это выглядит картина. А не так, как некоторые представляют, что нам не удастся, ничего не получится. Потому что есть люди, которые борются, а есть люди, которые доказывают, что у них все равно ничего не выйдет. И при такой позиции, конечно, они выиграть не могут. Что из этого следует? Из этого следует, что вот такая политическая постановка вопроса о заработной власти, что этот вопрос можно решить, если это будет широко поставленной задачей всеми профсоюзами или решающими крупными профсоюзами в эту работу, эту борьбу будут ввлечены широкие, так сказать, массы работников, тогда ее можно решать. И это еще пока не самая главная политическая задача, потому что есть другая политическая задача, о которой мы вспоминаем сегодня, сегодня 7 ноября. Ведь вопрос о стоимости рабочей силы это вопрос, который решается в рамках капиталистической системы. А если рабочий класс созреет до того, что он больше не хочет отдавать прибавочную стоимость капиталистов, значит он созреет для того, чтобы освободить капиталистов от этой тяжелой ноши, получать прибыль и использовать ее для личного обогащения. И тогда тем самым за отсутствие прибавочной стоимости естественно заработная плата вырастет и будет создан общий фонд, который называется фондом распределения по потребности. и вот этот общественный фонд будет стоять на том месте, где сегодня стоит прибавочная стоимость или прибыль капиталистов, работодателей. Вот об этом тоже можно подумать, можно поставить вопросы во время забастовок и переговоров таким образом, что давайте, раз вы считаете, что вы очень нужны, то это средства производства ваши, хотя мы их создали, руками рабочих созданы все средства производства. Давайте, значит, вы отдаете нам средства производства в аренду, мы получаем всю прибавочную стоимость, а вам заплатим за эту аренду. Вы для организации производства не нужны, то есть современное производство созрело для того, чтобы освободить товарищей капиталистов от тех функций, которые больше сводятся не к функциям управления, а к функции паразитирования на труде управленцев и рабочих. Вот так стоит сегодня вопрос, так он стоит в политической постановке. Спасибо за внимание. Продолжение следует...